Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами продолжаем рассмотрение вопросов, связанных с заключением предпринимательских договоров. Давайте рассмотрим, какие условия должны включаться в договор и какие требования устанавливает закон к содержанию и оформлению договоров. Заключая договор, предприниматель должен четко себе представлять, какой именно договор он собирается заключить, будет ли это договор купли-продажи или это будет договор поставки, а может быть это будет договор о выполнении работ или какой-то другой. И поэтому в первую очередь ему необходимо определить предмет договора и ключевые его условия. В структуре любого договора можно выделить следующие разделы. Это преамбула или вводная часть, в которой указывается название договора, номер договора, дата и место его заключения. В преамбуле приводится название сторон в точном соответствии с учредительными документами. Указывается также, как каждая из сторон договора будет именоваться по тексту договора, например, продавец, покупатель или заказчик-исполнитель. В преамбуле также указываются уполномоченные на заключение договора лица от каждой стороны, их фамилии, имена и отчества, реквизиты подтверждающего документа устава или доверенности, на основании которой они действуют. Далее в договоре обычно за преамбулой следует раздел, который называется «Предмет договора». В качестве предмета договора выступают объекты гражданских прав, которые мы с вами рассмотрели на прошлом занятии. Предметом договора может выступать любой из этих объектов, за исключением тех, которые изъяты из оборота, либо ограничены к обращению, и их обращение не допускается без специального разрешения, например, без лицензии. Следующий раздел договора посвящается изложению прав и обязанностей сторон, прежде всего обязанностей. В нем указывается содержание этих прав и обязанностей и зависит их количество этих обязанностей и содержание этих обязанностей от того, какой именно договор заключается, и от конкретной ситуации. Основные обязанности и права по различным видам договоров перечисляются во второй части Гражданского кодекса. Они носят в основном общий рекомендательный характер, и стороны в своем договоре могут изменять и конкретизировать многие из них. В этом разделе договора, который касается изложению прав и обязанностей сторон, фиксируется также то, каким образом, в какие сроки эти обязанности должны исполняться, в частности, время и место исполнения. Далее в договоре следует указать условия и порядок расчетов. В частности, расчеты по договорам с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые связаны с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между ними могут производиться и наличными денежными средствами, но на сумму, которая не должна превышать 100 000 рублей по одному договору. Для получения гарантии взаимовыгодного сотрудничества продавец или исполнитель всегда заинтересованы в авансовой форме расчетов, а именно в получении предоплаты, желательно 100%. И, как правило, такая форма оплаты и фиксируется в большинстве предпринимательских договоров. В договор также включаются иные дополнительные условия о сроке действия договора, в частности, указывается дата, с которой он вступает в силу, и момент, когда он прекращает свое действие. Также обязательно в договоре обязанности сторон подкрепить санкциями за невыполнение обязанностей. В отдельном разделе «Ответственность сторон договора». И заключительный раздел договора называется «Реквизиты сторон». Одним из важных условий в предпринимательских договорах является условие о цене. Цена в предпринимательских договорах должна быть обязательно указана. Существует несколько методик того, как определить и указать договорную цену в договоре. В качестве цены может быть установлена, например, определенная фиксированная сумма за оказание услуг или выполнение работ, которая выплачивается по результатам выполнения работ после сдачи их заказчику. И независимо от объема затраченного времени и сил, эта сумма не меняется. В качестве цены может быть также установлена почасовая оплата, самая разная, или поэтапная оплата. Может быть предусмотрена цена в виде роялти, то есть фиксированных отчислений в виде процента от определенной суммы, например, от прибыли, дохода или от оборота. При определении цены может быть использован также смешанный метод, то есть комбинация различных способов оплаты. Указывая цену в договоре, нужно указать, включается ли в нее НДС, то есть налог на добавленную стоимость. Давайте рассмотрим способы оплаты, такие как 100% предоплата, аванс и отсрочка оплаты или платежа. Выполнение работы, оказание услуг или поставка товара может осуществляться с условием об их предварительной оплате, что значит оплата товара вперед. Когда услуга, работа или товар оплачиваются заказчиком или покупателем до момента поставки или до начала выполнения работ, можно говорить о предоплате. Предоплата может быть полная или частичная. Если мы говорим о полной предоплате работ или услуг по договору, то мы имеем в виду 100% предоплату, то есть оплату всей суммы работ по договору до начала их выполнения. Частичная предоплата может быть предусмотрена в договоре в размере 10, 50 или другом размере от общей суммы договора. В этом случае говорят, что оплачивается аванс, то есть частичная, не полная 100% оплата работы или услуг по договору. Иногда в договор включаются условия об отсрочке платежа. Это значит, что заказчик или покупатель оплатят работы, услуги или товар только после их выполнения исполнителем и приемки заказчиком, то есть по результату. Вначале товар, а потом деньги. Какой из этих способов использовать в договоре стороны решают самостоятельно. Заказчик и покупатель, как правило, заинтересованы в отсрочке оплаты, а исполнители и поставщики желают получить предоплату за свои работы или услуги. В какой денежной единице закреплять цену в договоре? В соответствии со статьей 317 Гражданского кодекса, денежной единицей валютой Российской Федерации является рубль, и все расчеты должны производиться в рублях. Однако в связи с инфляцией, скачками курса доллара широко распространена практика, когда в договоре указывается цена в условных единицах. И в договоре пишется, чему равняется это УЕ. А также указывается, что оплата производится в этом случае в рублях по курсу Центробанка Российской Федерации на день платежа. Если в договоре нет расшифровки, что такое УЕ, например, предполагалось в качестве УЕ использовать доллар США или евро, но в договоре эта расшифровка по какой-то причине не была сделана, то есть не было указано, чему равняется одна условная единица. Если эта расшифровка отсутствует, то оплата в таких случаях производится в рублях. Другим условием договора является срок. В соответствии со статьей 190 Гражданского кодекса он определяется календарной датой или истечением периода времени, который может исчисляться годами, месяцами, неделями, днями или даже часами. В случаях, когда точный срок, в который должно быть выполнено обязательство, например, произведена оплата или поставлен товар, в договоре не указан, то обязательства в этом случае должны исполняться в разумный срок. Что такое разумный срок? Разумность срока в законодательстве не закреплена, но она определяется в зависимости от специфики конкретного договора. Например, не было предусмотрено в договоре, в какой срок другая сторона должна давать ответ на претензию. В этом случае в качестве разумного срока будет выступать время, необходимое для пересылки почтовой корреспонденции в адрес той стороны договора, которая и направила претензию. Как вы понимаете, в данном случае срок исполнения обязательства, если срок этот в договоре не закреплен, рассчитать очень трудно. И поэтому, чтобы исключить возможность возникновения в будущем между сторонами разногласий по этому вопросу и не допустить того, чтобы разумность срока определялась в судебном порядке, желательно все-таки указывать все сроки выполнения тех или иных договорных обязанностей в тексте самого договора. Также желательно указывать сроки оплаты, сроки поставки, сроки замены некачественного товара и другие. В некоторых случаях на вступление или прекращение некоторых прав и обязанностей, которые предусмотрены в договоре, приурочивается к какому-то обстоятельству в будущем, относительно которого заранее неизвестно, наступит оно или нет. В таких случаях договор считается заключенным под условием. Такие сделки, в том числе договоры, которые являются разновидностью сделок и являются по сути двусторонними или многосторонними сделками, называются условными. Итак, условные сделки. Законодательство обязывает стороны добросовестно относиться к исполнению любой сделки, любого договора и не препятствовать, а также не содействовать наступлению какого-либо условия, если наступление этого условия выгодно какой-либо стороне. Такое правило предусматривает законодательство. Оно также предусматривает, что условие признается наступившим также в двух случаях. Если стороны недобросовестно повели себя, а именно в случае, если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление невыгодно, наступление этого условия невыгодно, условие признается наступившим. И если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, наступление условия для которой выгодно, это условие также признается наступившим. Срок исполнения договора имеет важное значение. Если какая-либо сторона не выполнит свои обязанности в установленном договором срок, у другой стороны в этом случае возникает право предъявления к такой стороне претензий и штрафных санкций. Какие существуют способы обеспечить исполнение договора другой стороной? Вначале следует сказать, что договор, обеспеченный только одной мерой, обладает низкой степенью надежности. В любой момент фирма, обеспечением в отношении которой по договору являлись лишь неустойка или пени, может обанкротиться, и иных источников покрытия убытков у кредитора пострадавшей стороны может не быть. Поэтому по возможности необходимо заблаговременно, заключая договор в самом тексте договора, подстраховаться, чтобы обеспечить исполнение договора другой стороной, подкрепив и предусмотрев в договоре дополнительные способы обеспечения обязательств в виде неустойки, задатка, залога, поручительства, удержания или банковской гарантии. К примеру, банки, прежде чем дать согласие на выдачу кредита, не только проверяют кредитную историю клиентов, но и требуют надежного обеспечения, предусматривающего, помимо прочего, а имеется в виду штрафов и неустойок, также поручительства различных лиц и залог имущества. И вряд ли банк выдаст кредит предпринимателю, если тот не предоставит ему гарантии, то есть надежного встречного обеспечения в виде залога, задатка, поручительства или иного ликвидного обеспечения. Следующий раздел договора – это форс-мажор. Включение этого условия в договор и является необходимым. Согласно пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность независимо от вины. То есть в законе закреплен принцип безвиновной ответственности предпринимателя, а также коммерческих организаций. Данный принцип означает, что лицо может быть освобождено от ответственности только в том случае, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Форс-мажор – это непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора и могут повлиять на сроки выполнения сторонами своих обязательств или даже сделать невозможным исполнение обязательств по договору. Для чего следует включать данный пункт, данный раздел в текст договора? Дело в том, что форс-мажор при его надлежащем документальном оформлении и подтверждении освобождает сторону отнесения ответственности за частичное либо полное неисполнение своих обязательств по договору и продлевает сроки исполнения обязательств сторон. Обязательного и законченного перечня и обстоятельств форс-мажора ни отечественная, ни законодательная, ни международная законодательная база не содержит. Этот перечень формулируется непосредственно самими сторонами, которые учитывают конкретную ситуацию. Единственное, что нежелательно и даже опасно при составлении этого раздела – это неопределенность. Нередко стороны ограничиваются такой фразой – стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, если исполнению препятствовали обстоятельства непреодолимой силы, и на этом ставят точку. Тем не менее, в Гражданском кодексе Российской Федерации присутствует только 10 статей, диспозиция которых предусматривает освобождение от ответственности при наличии обстоятельств форс-мажора, обстоятельств непреодолимой силы. Но ни одна из этих статей не дает им расшифровку. В Большом юридическом словаре дается следующее определение форс-мажора. Форс-мажор в гражданском праве – это возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, последствием которых является невыполнение условий договора. В результате форс-мажора одна из сторон договора невольно становится причинителем убытков другой стороне. В качестве обстоятельств непреодолимой силы целесообразно указать в договоре следующие обстоятельства. Землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, война и военные действия, вступление в силу законодательных актов запрещающего характера, делающих невозможным исполнение обязательства по договору. Данный перечень сторонами может быть расширен. Однако необходимо отметить следующее. В некоторых случаях стороны стараются зафиксировать в качестве обстоятельств форс-мажора, например, по договорам поставки, хищение товара во время его следования от продавца к покупателю. Это обстоятельство, однако, не признается форс-мажорным, так как является частью рисков по поставке товаров. И нести ответственность за похищенный товар будет обязана та сторона, которая должна была обеспечить поставку товара и предвидеть это. Учитывать возможность наступления такого обстоятельства, и для этого она могла обеспечить надлежащую охрану, позаботиться о надлежащей таре, нанять профессионального перевозчика или застраховать с этой целью свою профессиональную деятельность перевозчика грузов. Судебная практика по форс-мажору на сегодня сложилась следующей. Вот какие выводы содержатся в судебных решениях. А выводы содержатся такие. Не относятся к обстоятельствам форс-мажора банкротства юридического лица или индивидуального предпринимателя. Распоряжение компетентных органов власти, индивидуального применения, которые устанавливают определенные ограничения или налагают запреты, если они были вызваны и обусловлены поведением лица, в отношении которого они вынесены. Раз это было так, то эти постановления являются закономерными, а не непредвиденными обстоятельствами. Перечислив список возможных форс-мажорных обстоятельств, нужно обратить внимание на следующее. Форс-мажор продлевает сроки выполнения обязательств по договору. То есть выполнение обязательств приостанавливается и не осуществляется в период действия этих обстоятельств и возобновляется только после прекращения их действия. В договоре, в этом же разделе, нужно также оговорить порядок уведомления сторонами друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств. Так, например, уведомление может быть произведено любым способом связи. По факсу, телеграфу, электронной почте. При этом нужно обязательно получить подтверждение другой стороны, что это уведомление она получила и с ним ознакомилась. Подтвердить наличие обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению сторонам своих обязательств по договору, могут различные органы. Это, например, торгово-промышленные палаты города, округа, области региона, органы исполнительной власти, а также другие компетентные органы. В частности, заинтересованная сторона может направить запрос в гидрометеорологическую службу, которая в соответствии с федеральным законом о гидрометеорологической службе предоставляет обратившиеся к ней лицам информацию о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, об опасных природных явлениях. В частности, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведет единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды, информация в котором является открытой и общедоступной. Если обстоятельства непреодолимой силы носят характер чрезвычайного природного стихийного характера, то такие обстоятельства подтверждать не обязательно. Они могут быть освобождены от доказывания и подтверждения их на основании Арбитражно-процессуального кодекса, если они являются общеизвестными фактами. Какой вывод можно сделать? Если перечень обстоятельств непреодолимой силы в договоре будет ограничена разумными рамками и четко зафиксирована, у недобросовестных предпринимателей не будет возможности злоупотреблять своими правами или уклониться от выполнения своих обязательств по договору. Следующий важный пункт договора – это арбитражная оговорка или раздел договора, в котором закрепляется, указывается суд, который будет рассматривать спор. Очень важно правильно определить подсудность в договоре. Закон предусматривает такие виды подсудности. Общая подсудность. Она применяется во всех случаях, если законом или договором стороны не предусмотрели иное. Это значит, что все споры рассматриваются по месту нахождения ответчика, то есть по месту нахождения страны, в отношении которой заявлен иск, судебные требования. Иск в этом случае предъявляется кредиторам по месту жительства ответчика, например, предпринимателя, а иск к юридическому лицу предъявляется в судебный орган по месту нахождения юридического лица, по месту нахождения генерального директора, то есть постоянно действующего исполнительного органа, которым также является адрес регистрации, зафиксированный в уставе компании. Указание места жительства ответчика в исковом заявлении является обязанностью истца, то есть того лица, которое предъявляет иск в суд. Другой вид подсудности – это исключительная подсудность. Она действует в тех случаях, когда спор связан по поводу какого-то недвижимого имущества и когда суду необходимо производить осмотр, оценку этого имущества, чтобы вынести правильное решение. В этих случаях иски предъявляются не по месту нахождения ответчика, а по месту нахождения этого имущества. И, наконец, существует альтернативная и договорная подсудность. Что означает? Стороны своим соглашением могут договориться о том, что споры, вытекающие из их договора, будут рассматриваться не по месту нахождения ответчика, а иным судом. Например, конкретным арбитражным или третейским судом какого-то района или будут рассматриваться судом по месту нахождения истца или кредитора. То есть, если соглашением сторон партнеры выбрали в качестве места рассмотрения спора не суд, расположенный по месту ответчика, а какой-то иной суд, в данном случае говорят о договорной подсудности. Закон предоставляет предпринимателям такое право выбирать судебный орган, который в будущем будет разрешать возникающие между ними споры между предпринимателями по тому или иному договору. Закон в некоторых случаях предоставляет также право выбрать истцу суд, в который он может направить свое исковое заявление, даже если это было не зафиксировано в договоре. Так, например, иск, вытекающий из деятельности филиала юридического лица, может быть предъявлен также по месту нахождения филиала. Правильное определение подсудности в договоре поможет сторонам значительно сэкономить время на подачу искового заявления, а также уменьшить транспортные и иные расходы, которые связаны с необходимостью поездок в другой суд, который может быть расположен в другом городе, то есть там, где находится ответчик. Однако, если заключая договор в текст договора вы по какой-то причине забудете, например, указать суд, который будет рассматривать спор между вами, вы можете договориться с партнером об этом впоследствии. Закон разрешает в любое время в течение срока действия договора изменить условия договора, которые регулируют вопросы, какой суд будет рассматривать спор, и предоставляет сторонам возможность оформить это изменение в письменной форме. Сегодня существуют, помимо арбитражных судов, и другие органы, которые могут рассматривать споры между предпринимателями. Альтернативные способы разрешения споров. К ним, в частности, относятся третейское разбирательство, международный коммерческий арбитраж, а также медиация, то есть посредничество. Эти способы мы рассмотрим более подробно позже, когда будем говорить о способах защиты прав и интересов предпринимателей. Следующий раздел договора – это приложение к договору. В текст договора следует включать условия о том, что все дополнения, а также соглашения и протоколы к договору будут являться его неотъемлемой частью, и эти приложения оформляются в будущем с целью уточнить, дополнить или изменить отдельные положения договора. Очень важно, заключая договор, предусмотреть не только положительное развитие событий, но и то, как могут быть изменены условия договора в случае нарушения или невыполнения своих обязанностей другой стороной. И по какой причине, в каком порядке в этих случаях договор может быть расторгнут или изменен. Мы так устроены, что нам не хочется думать о возможности наступления неблагоприятных последствий, о том, что наш партнер может не выполнить своих обязательств, несмотря на то, что он поставил свою подпись по договорам. Поэтому, тем не менее, очень важно именно на первоначальном этапе, перед заключением договора, оговорить и записать в договоре, как он в будущем может быть изменен или прекращен. Это позволит сторонам урегулировать спорные вопросы, которые будут возникать без конфликтов. При этом все оформляемые к договору приложения должны обязательно содержать указания на то приложение, к какому договору, собственно, это приложение является. То есть в них должно содержаться название, номер и дата договора. Кроме этого, все приложения, так же, как и сам договор, должны подписываться не одной стороной, а всеми сторонами договора. То есть они должны соответствовать форме договора. Если для договора необходима была, помимо письменной формы, также государственная регистрация, приложение изменения дополнения к договору, также должны регистрироваться в установленном законном порядке. Следующий вопрос, на котором следует остановиться, это подписание договора. Каждый договор, поскольку в нем выражена воля определенного лица, должен быть подписан этим лицом собственноручно или его полномочным представителем. От имени юридического лица договор подписывает генеральный директор или уполномоченное им лицо по доверенности. Хотя Гражданский кодекс разрешает использовать вместо собственноручных подписей оттиски фоксимильных штемпелей, тем не менее, во избежание возможных споров все же следует все исходящие первичные документы подписывать только личными подписями уполномоченных должностных лиц. Еще одним моментом, на который необходимо обращать внимание, подписывая договор, это точность и правильность указания на именование компании, должностей лиц, подписывающих договор, при этом как в преамбуле, так и в самом тексте договора. И, конечно же, при указании реквизитов. Бывают случаи, когда то ли иное лицо одновременно руководит несколькими организациями, то есть является генеральным директором в двух и более юридических лицах, в силу чего иногда по ошибке в договоре указывается на именование другой организации или другое название должности. Например, вместо генеральный директор указывается исполнительный директор. Или в начале договора указывается одна должность, а в конце другая. Один документ, например, действует на основании устава, а в другом месте договора указываются реквизиты какой-то доверенности. На это тоже обязательно следует обращать внимание. При этом подпись на договоре должна стоять именно того лица, которое записано в преамбуле и которое управомочено законом или доверенностью подписывать такой договор от имени организации. Иначе, если подпись на договоре поставит другое неуполномоченное лицо, впоследствии такой договор может быть признан недействительным. Еще один вопрос, который часто возникает, подписывать или нет каждую страницу договора. Безусловным преимуществом подписания каждой страницы договора является то, что достоверность содержания каждой страницы договора не будет вызывать сомнений. Об этом будет свидетельствовать подписи обеих сторон на ней. И в этом случае недобросовестному партнеру будет непросто заменить такую страницу. А еще более надежный способ – это прошивка всех страниц договора и скрепление договора на оборотной стороне подписями и печатями обеих сторон. В этом случае подмена страниц договора исключена. Следующий раздел договора – это реквизиты. В качестве реквизитов сторон договора целесообразно указывать следующее. Наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет или КПП, юридический адрес предприятия. И если местонахождение организации отличается от адреса, указанного в уставе, в реквизитах также нужно указать почтовый адрес, то есть адрес, по которому будет отправляться вся корреспонденция. В реквизитах также указываются банковские реквизиты. Это номер расчетного счета, наименование банка, а также корреспондентский счет банка и БИК. В реквизитах также указываются коды АКПО, АКОНХ, и, конечно же, телефоны, и обязательно факс, имейл, особенно если стороны планируют обмениваться документами и подписывать их по факсу или электронной почте в период действия договора. Также очень важно точно и правильно указывать реквизиты и проверять правильность реквизитов не только своих, но и партнера, чтобы исключить в будущем неблагоприятные ситуации, которые, например, могут быть связаны с перечислением денег на другой счет, либо их возвращением в связи с ошибками в банковских реквизитах. Можно также специально оговорить в договоре пункт о том, что если изменяются какие-либо реквизиты, стороны должны незамедлительно, либо в разумный срок, извещать об этом другую сторону и убедиться в том, что это сообщение было получено другой стороной. Толкование договора судом. На практике встречается немало случаев, когда вследствие не совсем четкого изложения условий заключенных сторонами договоров в суду бывает затруднительно установить их действительное содержание этих договоров, цель, подлинный смысл и даже определить вид самого договора. Как в широко известной фразе «казнить нельзя помиловать». Это может привести к разногласиям между сторонами как в процессе исполнения договора, так и в случае возложения ответственности за его нарушение в будущем. В таких случаях закон наделяет судебные органы правом толкования договора. Это значит, что суд, толкуя договор, принимает во внимание буквальное содержание слов и выражений в договоре путем сопоставления их с другими условиями и смыслом договора. А также выясняет общую волю сторон, существовавшую на момент заключения договора с учетом целей договора и принимает во внимание переписку, переговоры сторон, которые предшествовали его заключению, а также практику, усыновившуюся во взаимоотношениях сторон и, если это необходимо, обычаи делового оборота. Какие ошибки наиболее часто допускают предприниматели, составляя предпринимательский договор? Наиболее часто встречающиеся ошибки при подготовке заключения и исполнении договоров встречаются следующие. Приведу наиболее часто встречающиеся, назову их три. Это отсутствие предварительной оценки платежеспособности покупателя. Не включение в договор мер надлежащего исполнения и несвоевременное реагирование на факты невыполнения договорных обязательств партнером по договору. Какие практические рекомендации можно предложить? Составляя договор, следует подвергать его жесткой критике, то есть подумать о возможных неблагоприятных последствиях, рисках и задать себе несколько вопросов. Например, что произойдет, если я отгружу товар, а мне его не оплатят или оплатят не полностью? Чем на большее количество вопросов вы себе ответите, тем, вероятнее всего, правильно сформулируйте условия договора. Не нужно полагаться на случай, или что так многие делают, такой договор уже заключали. Желательно всегда учитывать возможность наступления неблагоприятного исхода каких-то непредвиденных ситуаций и быть к нему к этому готовым. То есть заранее подстраховаться, предусмотрев наступление этих обстоятельств в договоре. Составляя договор, нужно ориентироваться на самого недобросовестного партнера и на возможность наступления разных непредвиденных ситуаций. Это позволит максимально минимизировать риск наступления неблагоприятных последствий и увеличить вероятность получения прибыли, на которую рассчитывал предприниматель, заключая этот договор. Кроме этого, всегда нужно помнить о том, что если договор не исполнен партнером, то в судебном порядке, даже если ваш иск суд признает, получить свои деньги будет весьма затруднительно. Может оказаться так, что денег у фирмы-партнера на расчетном счете нет, имущества нет также, а уставной капитал его организации составляет 10 тысяч рублей. Следующий раздел, который может быть предусмотрен в договоре, это претензионный порядок разрешения споров. Этот пункт также может быть включен в договор. Он означает, что до обращения в суд за защитой нарушенных прав стороны обязаны попробовать разрешить спор переговорным путем, без обращения в суд до суда. Этот пункт договора не является обязательным для его включения в договор, но стороны по своему усмотрению могут этот пункт договор включить, если посчитают это для себя необходимым. Иногда, правда, включение этого пункта в договор делается для того, чтобы в будущем недобросовестный партнер имел возможность потянуть время исполнения своего обязательства, поскольку пока с ним будут идти переговоры, будет идти переписка, то есть осуществляться обмен письмами, претензиями, кредитор не будет обращаться за защитой своего права в суд. Просто он не может это сделать без соблюдения претензионного порядка рассмотрения споров. Ведь если стороны в договоре закрепили этот порядок, то этот порядок должен быть обязательно соблюден, иначе суд будет вправе возвратить заявленный иск истцу по причине несоблюдения истцом предусмотренного в договоре претензионного порядка рассмотрения споров. Тем не менее, в некоторых случаях претензионный порядок разрешения споров позволяет сторонам договориться и разрешить спор миром. Если ваш партнер сочтет претензию справедливой, он не будет возражать и выполнит все требования добровольно, не доводя дело до суда. Если же от контрагента вы получите отказ, полный или частичный, в удовлетворении претензии, или вообще не получите ответ на претензию в установленный договором срок или в разумный срок, то вы имеете право обратиться в суд. В этом случае к исковому заявлению вместе с прочими документами вы прикладываете почтовую квитанцию об отправке, подтверждающую отправку вами претензии партнеру. Это будет означать, что вами были предприняты все меры для того, чтобы без суда попытаться урегулировать возникшие по договору с партнером разногласия. Следующий раздел, который следует предусмотреть в договоре, это порядок изменения и прекращения договора. Изменение и расторжение предпринимательского договора возможно в любое время по соглашению сторон или в одностороннем порядке одной из сторон при существенном нарушении договора другой стороной, а также в случаях, которые предусмотрены в Гражданском кодексе или были специально оговорены сторонами в договоре. Соглашение об изменении или расторжении договора также должно совершаться в той же форме, в которой заключался договор. То есть, если необходимо, это соглашение о расторжении или изменении договора должно быть заверено нотариально или зарегистрировано в установленном законном порядке. При изменении договора обязательства сторон изменяются. При расторжении, соответственно, обязательства сторон прекращаются. Обязательства сторон изменяются или прекращаются с момента заключения соответствующего соглашения. Или, если изменение расторжения договора производилось в судебном порядке, то с момента вступления в силу решения суда, обязывающего изменить либо расторгнуть договор в отношении другой стороны, которая уклонялась от изменения или расторжения договора. Договор считается исполненным или утратившим свою силу при прекращении договорных обязательств, которые могут прекращаться полностью или частично. Такими основаниями могут являться Во-первых, надлежащее исполнение сторонами своих обязательств по договору. Второе. Подписание сторонами соглашения о прекращении договорных обязательств. В некоторых случаях это сопровождается уплатой отступного, то есть предоставлением взамен предмета обязательства какого-то имущества, денег или иных предметов. Третье основание прекращения договорных отношений – это новация. Она представляет собой соглашение сторон о замене первоначального обязательства другим обязательствам, которое предусматривает иной предмет или способ исполнения. Например, купля-продажа заменяется поставкой. Четвертое основание прекращения договорных отношений – это прощение долга, которое наступает в связи с невозможностью исполнения обязательства и может произойти по вине любой стороны договора в связи с наступлением каких-то непредвиденных обстоятельств, например, в связи со смертью предпринимателя или ликвидацией юридического лица. Таковы основания прекращения договорных отношений, которые предусмотрены в Гражданском кодексе Российской Федерации. На этом мы с вами закончили рассмотрение положений, условий договора, которые могут включаться в предпринимательский договор. В завершение урока хочу подчеркнуть, что очень важно не забывать включать в договор все обязательные условия. Договор, составленный с соблюдением только самых общих правил на одной или двух страницах, зачастую является, выражаясь юридическим языком, всего лишь действительным, но едва ли такой договор может считаться надежным. А договор, составленный с серьезными недостатками, может доставить обеим сторонам немалые трудности на протяжении всего срока его действия и привести в некоторых случаях даже к спорам, разногласиям по поводу содержания и толкования того или иного условия договора. Поэтому можно сказать, что грамотно составленный договор является залогом успеха предпринимателя. Такой договор позволит предпринимателю значительно минимизировать предпринимательские риски связанные в том числе с недобросовестностью партнера по договору и значительно увеличить вероятность получения запланированной прибыли и исключить возможность наступления непредвиденных, неблагоприятных последствий. В завершении урока, как обычно, предлагаю вам ответить на следующие вопросы для проверки своих знаний. Как правильно определить подсудность в договоре? Обстоятельства форс-мажора. Как правильно составить и отправить претензию? Порядок изменения и прекращения договора. На этом наше занятие закончено. Спасибо за внимание и до новой встречи. Продолжение следует...